Почему? Они что, сговорились? Нет, они поняли что-то очень важное. В 20 веке есть только музыка, которая могла бы победить искушение, чернотой, смертью, дьяволом, бесформенностью, потому что вначале был логос, а логос находит свое высшее воплощение в структурах фуг и сонатных формах. Логос находит свое высшее воплощение в гармонии, потому что минор и мажор имеют не небольшую разницу, а философски принципиальную. Мажор дар космоса по законам Абертоновой системы, а минор – это наше знание на планете Земля о смерти, об уходе. Вот почему Иоганн Себастьян Бах, начиная минорные таккаты, минорные прелюдии, заканчивает их в мажоре, потому что если он закончит в миноре, то заканчивается все смертью, разложением, захоронением. Отсюда все миноры заканчиваются мажором. И вы помните, Адриан Ливеркюн, он как бы соединенный образ музыканта, философа, мыслителя, который хочет спасти человечество. Но он не знает, как это сделать. Он теолог, он часть жизни посвятил изучению Бога, он музыкант, он глубокий музыкант, и ему нужно помочь. Находится помощник, дьявол. Он приходит к Адриану и говорит, Адриан, я помогу тебе, я дам тебе систему композиции, при которой ты спасешь мир. Весь мир будет слушать твою музыку. Адриан Ливеркюн, теолог, ты понимаешь, кому ты пришел, негодяй? Ты, неужели ты хоть на секунду можешь предположить, что я продам тебе свою душу? Ты еще никогда никому не принес счастья, вон отсюда! И вот начинается долгий разговор, удивительный разговор между дьяволом, чертом и композитором, теологом Адрианом Ливеркюном. В конце концов, дьявол, видя, что все средства убеждения исчерпаны, поскольку Ливеркюн крепкий, теолог, удивительно гармоничная личность, он ему задает такой легкий провокационный вопрос. Скажи, Адриан, ты действительно убежден, что вдохновение от Бога? Конечно! А как еще иначе? Божественное озарение, божественное вдохновение. Тогда, говорит, дьявол, посмотри, пожалуйста, в черновики Бетховена. Там все очень ясно написано. Бетховен пишет мотив в том виде, в каком он ему дарован Богом, а потом перечеркивает и пишет. Эскан Мандессер! Можно лучше! И вот я представляю себе сейчас черта, который он же обязательно должен уметь играть на рояле, иначе какой разговор с Ливеркюном? Который очень легко должен убедить Ливеркюна в том, как идет вдохновение и как оно потом преображается. Потому что черт говорит, что ведь то, что ты пишешь, можно лучше. Ты ведь этим самым поддаешься на мою провокацию. Я говорю, то, что ты написал, несовершенно. Послушай, например. Ну, теперь пофантазируем. Это не фантазия, то, что я сейчас сыграю, это правда. Кто знает, что это за музыка? Как вы считаете, очень красиво? Не очень. Вот Бетхойн так и написал-то по вдохновению свыше. Это было задумано, как вторая часть Пятой симфонии. И Бетхойн зачеркнул эту муру, откровенную ахинею, попевочку такую бюргерскую, с пивом в руках. И сделал немножко лучше. А немножко лучше это вот дьявольское озарение, даже с несоблюдением квадратности. И это несоблюдение квадратности, оно доводит нас до безумия, сколько бы мы не слушали эту музыку. Ее нельзя заслушать. Никогда. Ее можно играть, играть, играть и играть. Вот что она диктовала сомнение. А вот он первый вариант. Вернемся. Мне было бы да нельзя обидно, если бы Бетхойн не перечеркнул вот этой фразы, этой мысли. И вот представьте себе, как дьявол прекрасно показывает Адриану, как отличаются друг от друга первоначальная и последующая версия. Ну вот скажем, этот вариант начала. Бессер, лучше, пишет Битхойн. А лучше это вот. Теолог и композитор Адриан Ливеркюн продает свою душу дьяволу. Слишком сильны аргументы, сомнения, несогласия. Вот этого бессер можно лучше. Но самое страшное, что в условия договора входит еще один момент. Ты не имеешь права любить, говорит Чарт. Тот, кого ты полюбишь, погибнет. Адриан как бы пропустил эту маленькую деталь договора. Ну такая мелочь. Ну ладно, он будет любить все человечество. Он подарит человечеству великую музыку. Можно пожертвовать какой-нибудь частной любовью. Не будет любить. Ладно. А потом вы помните, чем это все кончается, да? Все, и друзья, и ребенок, все умирают, все. Даже маленький несчастный не помог сын сестры, в которого всей душой влюбился бездетный и одинокий. Адриан умирает в страшных муках. И вот проходит 20 лет. Заканчивается срок. И вот Адриан понимает, что ему нужно написать последнее произведение. И это кантата Иоганн Фаустус. Кантата о том, как пришло время расплаты. Как пришел черт и черти. И там, помните, этот средневековый текст, где подробные все, ужасные физиологические подробности, как это происходит, расплата, то, что Фауст должен заплатить за этот договор, за право писать музыку без любви по системе. Прошло много лет. В России появился уникальный человек. Я даже не знаю, что важнее, только слушать его музыку или читать все, что он сказал в своих интервью. Потому что это, конечно, была личность совершенно феноменальная, философски и человечески уникальная. Многофункциональная. И даже чувствуется, что все, что он сказал, сказал тысячную долю того, что он мог бы сказать. Но просто он боится выйти за пределы последнего логического понимания. Я имею в виду Альфреда Шнитке. Я сейчас говорю не все те известные хорошо вам всем вещи. Я говорю о той приобщенности к божественному и дьявольскому, которая характерна для Шнитке. И вот Шнитке Абуян и Гордыней пытается сочленить произведение, которое не существовавшее вне литературы Адриан Ливеркюн написал в романе «Доктор Фаустус». Там подробно описана эта музыка. И Шнитке создает своего Фауста. Вы помните, что случилось с Адрианом Ливеркюном? Когда он закончил свою кантату, он стал парализован. Его тело превратилось в гуттаперчевое кукольное тело. Его душа отлетела к черту. И последнее время он жил уже как просто фигура человека, как кукла. Без понимания, без разума, без ничего. Шнитке заканчивает кантату, его парализует. Он учился писать левой рукой, кто-то знает, потому что правая отказала. Произошли проблемы с речью. Со Шнитке в реальной жизни произошло то, что произошло с Адрианом Ливеркюном в вымышленном романе. Вот и верь после этого реалистам и материалистам. Попробуй поверить в то, что существует не только то, что можно пощупать, к чему можно прикоснуться. Адрианом Ливеркюном в вымышленном романе. Адрианом Ливеркюном в вымышленном романе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение концерта встречи с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым слушайте в следующую среду в 19.00 на волнах Радио Орфей. Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok